Тониц может предложить другое объяснение. Почему это никогда не больше, чем 2? Как еще это можно увеличивать? Ну, нет, нет, есть еще такой довольно забавный прием, но если вы его не знаете, тогда давайте я вам расскажу. Значит, а как это еще можно объяснить? Давайте напишем, 1 на 2 в квадрате, ну, единицу можно выбросить. Значит, нам нужно доказать, что 1 на 2 в квадрате плюс 1 на 3 в квадрате плюс 1 на 4 в квадрате плюс и так далее. 1 на n в квадрате всегда меньше единицы. Значит, как можно увеличить эти числа? Значит, у нас в знаменателе стоит произведение 2 на 2, 3 на 3, 4 на 4, 5 на 5 и так далее. Вот нам его надо как-то увеличить, так, чтобы суммировать стало легче. Есть такие числа? 2 на 3 умножить на 2. Золотые слова. Чтобы дробь надо было увеличить, знаменатель надо уменьшить. Значит, вместо 2 на 2 в квадрате что нужно уменьшить? 1 умножить на 2. 1 умножить на 2. Значит, это меньше все будет. Плюс 2 умножить на 3, да? 3 умножить на 4. Теперь, что будет последнее? 1 на n-1 умножить. 1 на n-1 умножить на n. Ну, а это все меньше единицы. Значит, это все было, мы нашу дробь только увеличили. И что дальше? Ну, это n в квадрате. Как это надо прямо разобрать? 1 на n вот. Что такое 1 на 2? Это 1 на 1 вторая. Это единица минус 1 вторая. Ну, давайте можно так написать. 2 минус 1. Здесь написать 3 мин 2. Здесь написать 4 минус 3. А здесь написать r минус n минус 1. Это получается, что это 1 первая минус 1. Получается 1 первая минус 1 вторая. Плюс 1 вторая минус 1 третья. Плюс 1 вторая минус 1 третья. Ну, и так далее. Это 1 плюс 1. Последнее n вы делим на произведение. Получается 1 на n-1. Минус 1 n. А дальше получается 1 n. И что теперь будет? Можно одну вторую скажу. Третья получается 1-1. Все это сокращается с этим, одна треть сократится с этой одной третью. Они все сократятся, кроме края. Все, что внутри, сократится. Это просто равняется 1-1. Ну и, соответственно, меньше единиц. Вот у нас было такое... Мы доказывали это неравенство. Сравнивая, значит, каждое число, увеличивая, мы получили в сумме 1-1. Значит, кто понял это рассуждение, пожалуйста, поднимите руки. Да. Давайте я вам скажу. Вообще, есть такая вредная традиция, но есть традиция, что, когда люди пишут статью, то они не объясняют, как они получили свои результаты, а объясняют просто доказательства. И, соответственно, часто трудно восстановить, как они получили. А давайте я вам сейчас покажу, как это неравенство можно запутать, как наши доказательства можно запутать. Будем доказывать это по индукции. И по индукции будем доказывать, что это меньше, чем 2-1n. Вот будем доказывать по индукции не то, что это меньше 2, а вот почему-то мы решили доказывать вот это. Но это более сильное утверждение, значит, имеем право. Может быть, это не единица? Ой, простите. Единица. Значит, у с единицей было бы 2-1n, а так 1-1n. Докажем это по индукции. Вот это утверждение а-1. Представим себе, что а-1 верно. Что тогда мы сделаем? Прибавим сюда а к обеим частям 1n-1 в квадрате. Что у нас получится? Что это меньше минус 1n плюс 1n плюс 1 в квадрате. И нам достаточно доказать, что это меньше, чем 1-1n плюс 1. Вот этого нам не хватает, чтобы растуждение по индукции завершить. Так? А еще базы? Ну, базы не хватает. Значит, n равняется 2, получается 1 четвертая меньше, чем единица минус 1 вторая. Законно. Теперь, чтобы завершить рассуждение, мы должны доказать вот это. То есть нужно доказать, если смести все в одну часть, надо доказать, что 1n плюс 1 минус 1n плюс 1 на n плюс 1 в квадрате меньше или равно 0. Ну, дальше можно привести к общему знаменателю. Будет n на n плюс 1 в квадрате. А чего у нас будет в числителе? Продиктовьте мне кто-нибудь. В числителе у нас не будет. Вот от этого что будет в числителе? n умножить на n плюс 1, потому что здесь есть квадрат. n квадрат плюс n. А здесь что будет? Минус n квадрат. Минус n плюс 1 в квадрате. Здесь не хватает вот этого. Значит, минус n квадрат минус 2n минус 1. Да? И плюс n. Плюс n. Нам нужно доказать, что это меньше или равно 0. Значит, знаменатель у нас больше или больше 0, поэтому это не важно. А числитель, что у нас остается? Потому что n, n и 2n. Останется равенство минус 1 меньше или равно 0. Значит, из этого следует это. Из этого следует это. Из этого следует это. А n неравенство позволяет завершить осуждение по индукции. Мы предположили, что а именно верно. И получили в итоге, что верно, используя вот это. Получили а n плюс 1. Ну а теперь пойди догадайся, как это можно было придумать. В таком виде. Почему, собственно, надо было доказывать именно это? Это непонятно. На самом деле это то же самое доказательство реалина. Вот здесь вот это неравенство. Означает просто, если его переписать, это означает, что 1 на n плюс 1 в квадрате меньше или равно 1n минус 1 на n плюс 1. Вот они. 1 на n в квадрате. 1 на n на 1 на n плюс 1. Ну а это будет, значит, 1 на n на n плюс 1. То есть реально вы сделали ту же самую замену, но в такой тихой саппой. А вот... Просто в другом порядке шли. В другом порядке шли. И так, чтобы враги не догадались, как мы придумали. И, соответственно, ничего бы не научились, читая наши читатели. Да. И при этом это совершенно законно, но нехорошо. Потому что бедные читатели так никогда им ничего и не узнают.